Все студенты в Народном университете серебряного возраста, в санаторий знаний, они приехали из 70 регионов страны, чтобы убедиться, возраст дожития можно превратить в возраст счастья. Этот лозунг слета подтверждается уже четвертый год подряд. За это время сотни пенсионеров убедились в том, что выйдя на заслуженный отдых, можно и новой профессией овладеть, и спортом заняться, и в целом быть полезным обществу. Народный университет решает вопросы так, что человек не чувствует себя обездоленным, брошенным. И почему наше количество участников растет, потому что они понимают, что здесь они найдут себя. Количество участников слета и декады зрелого возраста – это показатель того, что тема актуальна и востребована, уверены организаторы. Те умения, знания и навыки, которыми пенсионерам помогают овладеть эксперты, не просто продлевают жизнь, а делают ее достойной. Разговор о том, как устраиваться на работу в зрелом возрасте – это, конечно же, знакомство, это, конечно же, возможность придумать свой собственный общественный проект, получить на него грант, как вот уже получали гранты в этом году участники прошлогоднего слета народных университетов. Поэтому перечень возможностей для участников, он очень широкий. Перед закрытием лекцию студентам народных университетов прочитал Олег Смолин, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы России. Другого такого слета, фестиваля, декады, где бы собиралось столько людей старшего возраста и не просто людей, активных людей, реализующих себя, мне просто неизвестно. Отсюда этот опыт, если угодно, эти технологии будут распространяться на регионы Российской Федерации. И это скажется на уровне жизни, на качестве жизни нашего старшего поколения. Я хочу послушать опыт, который здесь представляют люди, для того, чтобы потом часть из него превратить в новые законодательные инициативы. Следующий слет народного университета стартует ровно через год. Он станет уже пятым юбилейным. Ольга Десятого, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.